Ну что ж, мои дорогие друзья, сейчас мы с вами будем делать нашу поделку к Пасхе. Для начала я вам хочу показать, вот такую открытку мы можем сделать. Но я вам не могу показать второй вариант, что мы можем с вами сделать, точно такую же открытку. Итак, смотрите внимательно, из чего делается эта открытка. Нам с вами потребуется обычный лист бумаги, который мы складываем пополам. Потом вы можете попросить своих родителей, чтобы они вам помогли вырезать вот такое вот яичко. Вырезается оно просто. Мы открываем одну часть и заворачиваем пополам и рисуем полуовал яйца. И потом аккуратно ножничками серединочку вырезаем. И у нас получается вот такое яйцо. Яйцо. Потом мы возвращаем нашу открыточку в обратное состояние. И мы уже можем делать поделку. Итак, что мы делаем? Вы можете нарезать, если у вас есть много разной цветной бумаги, которая вам уже не нужна и использовать, к сожалению, вы ее не можете, но она у вас осталась, вы можете нарезать себе разные-разные фигурки. Треугольнички, квадратики, кружочки. Сами решайте, какой формы вам надо. Хотите елочками. Разных фигурок. Я вам покажу немножечко второй вариант. Я взяла обычный дырокол. Дырокол, которым делаются дырочки в документах. Родители, наверное, знают, что это такое. И наверняка у многих он есть. И я просто, смотрите, сделала обычные, разноцветные, на дыроколе кружочки. Они еще называются как конфетти. Я буду делать вторую открыточку уже из этих кружочков. Кто желает, вы можете просто внутри сделать расписное яйцо. Смотрите, какие они будут красивые. Вы можете внутри просто нарисовать картину. Вот так. Вот так. Видите? Вы можете это сделать сами. И это будет очень красиво. Посмотрите. Если мы вставим его в открыточку, это будет очень красиво. Видите? Сейчас я вторую яйцо тоже встал. Видите, как красиво может получиться? Вон, как красиво. Вы уже выбирайте сами. Но то, что я вам предлагаю сделать сейчас, это тоже просто. Итак, мы нарезали с вами кучу-кучу всяких разных фигурок. Либо сделали на дыроколе вот такое конфетти. Дальше нам с вами понадобится два кусочка, две полосочки зеленой бумаги, из которых мы сделаем листики. Я сделала четыре. Здесь у меня всего два. У меня четыре. Я сэкономила время. Чтобы долго не резать, вы можете сложить вот эти две бумажечки, две полосочки пополам. И сверху вниз вот так вот ножничками мелко-мелко-мелко-мелко-мелко порезать. Но смотрите аккуратно, чтобы вы не порезали серединку, иначе он у вас развалится. Не касаясь серединочки, просто порезать его. Смотрите, у нас какой листочек получился. Вот видите, весь такой лохмакый-лохмакый, вот такой. И серединка у меня целая. Видите? Вот таких у меня четыре листочка. Итак, что мы делаем? Вырезали дырочку и открываем серединку. Но перед этим вы аккуратно карандашиком рисуете, где у вас верх яичка, где у вас низ и где у вас бока. Чтобы вы знали, чтобы у вас не осталось свободного места. Видите, я сделала себе черточки поставила. И теперь я что делаю? Я беру обычный клей. Я беру кисточку. Смотрите внимательно. Я наливаю клей прямо вовнутрь открыточки. Видите? Его вы можете налить много, так как бумаги у вас много. Не бойтесь. И аккуратно кисточкой размазываю этот клей внутри, по поверхности. Я его размазываю. Там не важно, куда попадет этот клей, потому что в итоге мы все равно будем склеивать эту открыточку. Но для начала нам нужно красиво распределить наш рисунок. Итак, я размазала клей. Видите? Теперь я беру мою конфетти разного цвета и просто насыпаю на этот клей. Я заполняю всю поверхность конфетти. Смотрите, какая тарелочка мне пригодилась. Наш ландыш, который мы рисовали в прошлый раз. Итак, смотрите. Я насыпала, я насыпала на весь наш клей конфетти. Теперь я беру тарелочку и высыпаю остатки, которые не приклеились, обратно на тарелочку. Проверяю места, где у меня еще не приклеилось конфетти. И подсыпаю туда еще. Наша открытка должна быть очень красивой. Я могу взять любой листочек, чтобы чуть-чуть прижать наши наклеечки. Видите, они у нас иногда прилипают еще к бумажке. Поэтому там, где у нас прилипло, мы можем насыпать еще. У меня получилось много всяких. Вот у меня что получилось. Видите, еще ноги скатываются. Вот так. А теперь смотрите внимательно, что я и буду делать. А теперь я беру наш клей, кисточку, и промазываю. Сейчас я возьму какую-нибудь ненужную. Смотрите, что я делаю. Я беру клей и промазываю всю вот эту открыточку по краю. Все свободное место я проклеиваю клей. И вы делаете точно так же. Я сейчас это буду делать. Чтобы у нас нигде не было свободного места. Почему? Потому что открыточка наша должна очень хорошо склеиться между собой. Чтобы она у нас была очень красивой. Очень. Смотрите. Я всю открыточку промазала клеем. А теперь я просто беру и закрываю верхней частью. И аккуратненько ее приклеиваю. Просто приклеиваю к обратной стороне. Смотрите, какая красота у нас получилась. У нас красивое яичко. Все засыпано. Конфетти. И она очень аккуратно приклеена. Итак, следующее наше задание будет таким. Нам же нужно приклеить наши листочки. Смотрите, что я буду делать. Я беру опять же клей. Клей. Переворачиваю наш листочек сгибом вверх. И промазываю его клеем. Первый. И второй. И приклеиваю. Смотрите, как я это делаю. Вот так. Видите? Один. И точно так же приклеиваю второй. Смотрите. Так. Видите? Я взяла и вырезала себе два. Две веточки. И я вовнутрь наклеиваю еще по одной. Смотрите. Видите? И я вовнутрь, чтобы они у меня были более такие красивые и воздушные, наклеиваю еще по одной. Смотрите. Смотрите. какая открытка шикарная у вас может получиться. Вот здесь наверху вы можете написать как по-фински, так и по-русски. Либо с Пасхой. И у вас будет очень красивая открытка в подарок. На этом, детки, я с вами прощаюсь. Я желаю вам хорошего просмотра видео про весну, а также прекрасного времени на проведение и изготовление поделки и, естественно, хороших праздников. И поздравляю вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Будьте здоровы и счастливы. А на следующем занятии мы с вами поговорим о том, что же нас окружает уже в глобальном мире. Мы поговорим с вами о большом празднике, который будет тоже в воскресенье 12 апреля, который называется Всемирный день авиации и космонавтики. Мы поговорим с вами про космос. До новых встреч!